Заокское и Коростово на карантине. В связи с карантином, введенным в Заокском и в Коростово, перекрывается въезд в эти села. По словам главы региона, в данный момент мы обязаны защитить наших людей от возможного заражения, а также обеспечить нормальные бытовые условия для жителей этих сел. Николай Любимов поручил принять необходимые меры для обеспечения работы в Заокском и в Коростове магазинов по снабжению продовольственными товарами. Также было поручено предусмотреть оказание медицинской помощи и привлечь волонтеров в эти села. Жителей призывают оставаться дома на протяжении двух недель. Допускаются выходы в продуктовые магазины раз в три дня. Сейчас мы разворачиваем. В первую очередь у нас работает вместе с нами полиция МЧС, которые сотрудники ГИБДД будут здесь дежурить круглосуточно, так же, как сотрудники полиции участковые. Мы предполагаем, что у нас здесь будет работать бригада медиков, которая будет следить за состоянием жителей. Потому что для нас самое главное – это жизнь и здоровье наших жителей. И все мероприятия, которые мы проводим, они направлены именно на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждого. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число зараженных лиц только в селе «Заокское» составляет более 17% от общего числа зарегистрированных в регионе случаев. Это преимущественно люди, выезжавшие за пределы Рязанской области. Кроме того, среди населения обоих сел имеется большое количество контактировавших с ними лиц. Въезд и выезд любого автотранспорта, вот если мы говорим в целом, он будет запрещен. Исключение только для медицинской помощи неотложной. Понятно, это правоохранительные органы МЧС. Плюс будет пропускаться транспорт тех предприятий, которые остаются работать. Их перечень также определен постановлением губернатора. У нас будет уже предусмотрено специальный пропуск для тех машин, которые будут привозить продукты в магазины. Заранее будут нам в магазины сообщать, какая машина, во сколько приедет. Правительство региона надеется, что жители сел с пониманием отнесутся к ограничительным мерам. Круглосуточно здесь будут находиться сотрудники полиции, поэтому с определенной периодичностью они, конечно, будут патрулировать. Плюс мы предусмотрели работу волонтеров, которые также с определенной периодичностью будут ходить по населенному пункту. И в случае, если увидят, что кто-то вдруг нарушает, по крайней мере, проводить разъяснительную беседу, ну и уже сообщать правоохранительному органу. В то же время отмечается, что любой случай, вызванный острой необходимостью покинуть села, будет рассматриваться отдельно. Для перекрытия выезда в села Заокское и Коростово установлены четыре поста. Кроме того, предстоит окопать грунтовые дороги. Для сотрудников местных предприятий и магазинов будут созданы специальные пропускные документы. Продолжение следует... Продолжение следует...